Хабаровский аэропорт будет носить имя адмирала Геннадия Невельского. Подведены официальные итоги общенационального голосования великие имена России. Россияне выбирали имена для 42 аэропортов страны. Что будет означать новое название для пассажиров, пилотов и диспетчеров, выясняли наши корреспонденты. В Хабаровском крае в голосовании приняли участие более 180 тысяч человек. Выбирали между Ерофеем Хабаровым, Геннадием Невельским и Николаем Муравьевым Амурским. Интрига сохранялась до последнего. В лидерах оказались «Адмирал» и «Землепроходец». В итоге с перевесом в 7% голосов победил Геннадий Невельской. Даже наши все работники аэропорта голосовали. Да, за Ерофея Хабарова. Нет, я не принимала участия, но я рада, что Невельского. А то Хабарова, во-первых, банально, а во-вторых, Невельской гораздо больше сделал для Дальнего Востока, нежели Хабаров. Однако полностью переименовывать воздушные гавани, как выяснилось, не будут. К названию добавят дополнительное имя. Сотрудники Хабаровского аэропорта выбор земляков поддержали. Геннадий Невельской – следователь Дальнего Востока, который доказал, что устье Амура доступно для выхода морских судов, а Сахалин – это остров. О достижениях «Адмирала» расскажут горожанам и гостям Хабаровска специальной экспозиции. Изменится и оформление аэропорта. Но все реформы коснутся строящегося терминала. Мы планируем использовать имя в оформлении терминала уже, скорее всего, нового. Проект движется по плану. Соответственно, мы будем прорабатывать с дизайнерами варианты оформления терминала и применения как-то в помещениях. Может быть, будем проводить выставки всевозможные. Эксперты летных стандартов говорят, изменения в названии не повлияют на работу пилотов, ведь летят они не в аэропорт, а на аэродром, который название не менял. За ним закреплены и технические данные, такие как координаты. И уж тем более международная система кодификации останется прежней. В международных стандартах ничего не поменяется. Международные стандарты, они как были, так и есть. И, допустим, сейчас, если мы летим с Америки, допустим, Хабаровск, Нью-Йорк и наш Хабаровск, Килла Хотел Браво. Это КХВ. Потому что это кодовое значение, и оно везде в международных правилах зарегистрировано, и мы, как члены ИКАО, пользуемся этим. Вторые имена получили и другие дальневосточные аэропорты. В Южно-Сахалинске он будет носить имя Антона Чехова, Владивостокский назовут в честь Владимира Арсеньева. В Благовещенске появится аэропорт имени Муравьева-Амурского. Приживутся ли новые имена, покажет время. Антон Петрович, Мария Ежевская, Станислав Михайлов, Телеканал «Губерния».